МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях прямо сейчас. За заслуги перед городом. Звание почетного гражданина Чебоксар присвоено Наталье Портасовой. Цифровая прокачка. В Чувашии обсуждают внедрение цифровых технологий в бизнесе. Последствия сильного дождя. В Чебоксарах затопила часть пешеходной зоны залива. В цифровой прокачке нуждаются многие российские предприятия. Собственно, производство, документы оборот, маркетинг, транспортная логистика и многое другое. Все сегодня подчинено цифре. В столице республики два дня работает стратегическая сессия, организовали которую специалисты автономной некоммерческой организации цифровая экономика и правительство республики. Тема – внедрение российских цифровых технологий и платформенных решений в деятельность промышленных предприятий. Умелое обращение с цифрой поднимет экономику республики на качественно новый уровень. Специалисты говорят о прорывных технологиях, опираясь на которые двигаются вперед как крупные промышленные предприятия, так и малый бизнес. Промышленность Чувашии составляет порядка, даже больше трети внутреннего регионального продукта и технологии, которые позволят поднять производительность, поднять доходность этих операций, тех процессов, которые происходят, эффективность. Конечно, цифровизация, автоматизация, она, безусловно, будет ключевым фактором успеха. И мы знаем, что внедрение цифровых решений не только в промышленность, но и в нашу обычную жизнь увеличивает экономику в разы. Уместно вспомнить, что цифровая экономика не создается на пустом месте. В каждом регионе накоплена своя база. К примеру, республика давно участвует в федеральной программе «Электронная Россия». Портал органов государственной власти КАПРУ появился одним из первых. И это лишь часть комплексной программы развития цифрового общества, информационной инфраструктуры. До конца 2021 года широкополосный интернет будет присутствовать во всех районах республики. Основная наша задача – показать нашим промышленникам о том, как внедрение цифровых технологий позволит им, прежде всего, увеличить производительность труда, стать более конкурентными, ну и, соответственно, подняться на более высокий уровень. В республике есть и собственные наработки в этой сфере. В области цифровизации могут работать предприятия электротехнического кластера, создавая соответствующие технологии, которые будут в последующем внедряться, как цифровые системы учета, допустим, теплоэнергии, воды, различные счетчики. На стратегической сессии будут представлены лучшие российские практики ведения бизнеса. Эксперты поделятся своим опытом внедрения цифровых технологий, а также расскажут, в каких отраслях это нужно сделать. По республике Чувашия более 40% предприятий имеют низкий уровень цифровизации. Мы увидели о том, что сегодня достаточно низкий уровень использования цифровых решений в работе с клиентами, в работе с поставщиками, в постпродажном обслуживании. Мы видим сегодня запросы, пробел в работе предприятий по обеспечению бесконтактной доставки, бесконтактной торговли, электронной торговли. Такие решения логистики. Мы сегодня такие решения тоже показываем. Во второй день мы переходим уже к демонстрации решений, кейсов, которые могут эту ситуацию исправить. То есть передварительно мы делаем диагностику. Мы видим проблемы по каждому предприятию, видим белые пятна. Под эти белые пятна мы набираем наборы цифровых решений, которые ситуацию могут исправить. Пройдя первый и второй этап, мы вместе с предприятиями формируем запрос к региону. А что нужно сделать, чтобы в данном случае цифровизация промышленности, носила системный характер. В пятницу конкретные цифровые решения, актуальные для внедрения именно у нас, будут определены на стратегической сессии цифровая прокачка региона. Работа сессии будет организована по таким направлениям, как городское хозяйство, транспорт, крупное производство, малый бизнес и кадры для цифровой экономики. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Николай Скворцов, Республика. Перед вновь созданным координационным советом поставлена серьезная задача – осуществить перезагрузку работы реального сектора экономики. Никто не отрицает, что правительство всегда поддерживает предпринимательское сообщество, создавая благоприятный климат для развития. Но делалось это многоступенчато. Было задействовано немало различных организаций. Новая структура возьмет в свои руки весь непростой процесс формирования и регулирования этого сегмента экономики. О необходимости появления такого института не раз говорили сами предприниматели. Формирование единой инвестиционной политики требовало и структуризации всех сопутствующих процессов. Открыть собственное дело непросто. Нужны финансовые и налоговые знания, понимание востребованности на рынке и еще много чего, чтобы бизнес, что называется, пошел. Корсовет и станет площадкой, объединяющей все возможные ресурсы и снимающей многие административные барьеры. У нас есть бизнес-инкубатор, который обеспечивает сопровождение идеи и оправдывание его через бесплатный бизнес-планирование. У нас есть возможность сопровождения тех или иных проектов через какие-то анализы, прогарантировать соответствующий через гарантийный фонд и так далее, и так далее. То есть зачем все это делалось? Это как раз делалось для того, чтобы идея, бизнес-идея в кратчайшие сроки и эффективно превращалось в действенный бизнес, процесс. Это значит рабочие места. Это значит новые, обращаю внимание, новые рабочие места и новые поступили в том числе в бюджет. Хорошая новость. В сентябре республика получит 1 миллиард рублей на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего бизнеса кредитным ресурсам. Их распределят между гарантийным фондом и агентством по поддержке малого и среднего бизнеса. Благодаря такой поддержке республика сможет реализовать около 200 инвестиционных проектов. Реализация которых позволит создать порядка 1400 новых рабочих мест. Этот коэффициентный совет, который планируется, уже в этот указ подписан, который планируется включить непосредственно работу, я думаю, будет очень действенным механизмом. Для чего? Первая цель – это создание условий для развития бизнеса, снятие административных барьеров, создание условий. И второе – это вовлечение активного предпринимательского сообщества в деловую жизнь Чувашской республики. Разумеется, в республике будут действовать и уже доказавшие свою эффективность меры поддержки малого и среднего бизнеса. Будут пролонгированы ряд мер поддержки со стороны республиканских властей. В частности, до конца 2021 года будет продлен льготный режим по налогообложению в связи с переходом на ЕНВД. Поэтому мы не закрываем этот перечень мер поддержки, которые, возможно, будут применяться. Мы договорились, что будем всегда иметь этот лист ожиданий и дополнительно прорабатывать с предпринимательским сообществом, с отраслями, с предпринимателями те меры поддержки, которые, на их взгляд, могут быть наиболее эффективны. Сохраняется и система льготных микрозаймов на приобретение оборудования и развитие бизнеса. 5 миллионов рублей на срок до 3 лет. Мы поддерживаем приоритетные отрасли для экономики. Конечно, это то, что те отрасли, где инновационные либо непосредственно реальный сектор экономики. То есть там, где создаются новые рабочие места, где налоговые отчисления в бюджет будут. Вот именно эти проекты. За решение важнейших задач бизнес-сферы возьмутся уже на следующей неделе. Тогда пройдет первое заседание Координационного совета. В числе первоочередных вопросов обсуждение возможных изменений налоговым законодательствам и инвест-проектов фонда развития промышленности. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов. Республика. В столице республики состоялось торжественное вручение муниципальных наград. В преддверии Дня города объявили имя нового почетного гражданина города Чебоксары. Звание «Почетный гражданин города Чебоксары» присвоено Портасовой Наталье Юрьевне. Такое звание имеют люди, которые своим неустанным трудом внесли и продолжают вносить значительный вклад в развитие столицы Чуваши. Рад тому, что сегодня добавлять еще одно имя Наталья Юрьевна тоже сделала очень большой вклад. Тоже известно на сегодняшний день не только в Чебоксаре, в Чувашской республике и в Российской Федерации. Сегодня мы это закрепляем, вот этим статусом. Олег Николаев добавил, что город нуждается в таких, как Наталья Портасова. Она хорошо известна и узнаваема не только в республике, но и на уровне Федерации. Наталья Юрьевна начинала нормировщицей на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Работала в руководстве концерна, возглавляла кабинет министров Чуваши. Сейчас трудится в должности замгендиректора по взаимодействию с органами государственной власти на предприятии «Лара». Но сегодня в первую очередь вспоминали те годы, когда она была заместителем главы города Чебоксары по экономике. Быть в строю у почетных граждан города Чебоксары это большая честь, но и, конечно, большая ответственность. Вот эта награда, она дает как бы некий, опять, дополнительный стимул на новые подвиги, на новые дела, потому что очень много в настоящий момент планов, и эти планы нужно с нашей командой администрации города, с нашими горожанами, с нашими предприятиями, со всеми объектами социальной сферы реализовывать, потому что это же будущее нашего города, это будущее нашей Чувашии. С именами почетных граждан связано заметное достижение города и в целом региона. Наталья Портасова стала 38-й в этом списке. В выборе кандидатуры активное участие приняли Чебоксарцы. На небосклоне почетных жителей, в этой приятнейшей когорте и уважаемых людей еще одна яркая звезда. Она освещала путь и прокладывала себе дорогу сама, и мы ее знали еще тогда, когда она работала на заводе, тракторном, как мы все здесь говорим. Она была с нами здесь в администрации, она работала и в администрации нашей республики, и она всегда была с городом и понимала проблемы, понимала задачи, видела пути их решения. На церемонии состоялось вручение медалей в честь столетия Чувашии. Награды за заслуги перед городом Чебоксары вручили Валентине Теллиной, председателю общественного совета при Минздраве республики, и Николаю Владимирову, заместителю главы города Чебоксары. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Позиционирование Чувашии на международной арене. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи Дмитрия Краснова с заместителем генерального секретаря Российской ассоциации международного сотрудничества Мариной Коростелевой. Ассоциация международного сотрудничества специализируется на развитии публичной дипломатии, укреплении дружественных связей с народами зарубежных стран, поиске новых форм сотрудничества с зарубежной общественностью. В ходе рабочей встречи Дмитрий Краснов и Марина Коростелева обсудили возможность продвижения продукции чувашских предприятий на международном рынке и привлечения зарубежных партнеров к бизнес-проектам в нашей республике. Кроме того, республика готова и к участию в различных культурных программах. ЦИК Республики принял сегодня решение об использовании дополнительных форм голосования на выборах главы Чувашии. Напомним, речь идет о досрочном голосовании, о голосовании в населенных пунктах, где нет избирательных участков на придомовых территориях. Все это было использовано во время всенародного голосования за поправки в Конституцию. Меры, продиктованные эпидобстановкой, позволяют сократить количество одновременно находящихся в помещениях для голосования людей. В этом году, уже 24 июля, ЦИК России принял порядок досрочного голосования, в соответствии с которым при проведении выборов федерального и регионального уровня устанавливается двухдневное досрочное голосование. То есть мы будем голосовать не только 13 сентября, но и 11 в пятницу и 12 в субботу. Сегодня мы окончательно юридически этот факт зафиксировали, приняли постановление, в соответствии с которым ЦИК Чувашии решил применять дополнительные формы голосования на выборах в единый день голосования. При этом из четырех возможных форм мы выбрали всего три. Это голосование традиционное в помещении для голосования и голосование на дому по заявлению, так как бывает на обычных выборах. Кроме этого, мы оставили форму, которая себя очень хорошо зарекомендовала, это выездное голосование в иных населенных пунктах, но отказались от так называемого придомового или придворового голосования. Для избирателя Чувашия есть еще один вариант, как можно проголосовать на выборах главы Чувашской республики. Это можно будет проголосовать, находясь в этот день в Москве, где будут развернуты 30 цифровых участков. Но для этого надо заблаговременно через портал госуслуг, либо через территориальную избирательную комиссию, написав заявление, прикрепиться к любому из этих участков. Фестиваль Чувашской национальной кухни проходит в столице республики. Мастера поварского дела в режиме онлайн делятся секретами приготовления блюд и рассказывают об их истории. Подробнее в нашем сюжете. Всечувашский межрегиональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чуваша» стартовал 10 августа. Участниками традиционно стали команды кафе и ресторанов республики. Попробовать блюда в этом году зрителям не удастся. Фестиваль проходит дистанционно. Но взять на заметку что-то новенькое легко. Что готовить выбирают сами исполнители. Чтобы превзойти опытных конкурентов, нужно очень постараться. Желание отличиться заставляет участников обращаться к рецептам, которые еще не вошли в широкое потребление. Многие кулинарные изыски и вовсе сильно трансформировались. Это позволяет делать чувашскую кухню еще более богатой. Приготовили мы сегодня хуран-кукли по рецепту детства, воспоминаний бабушки. То есть приезжая в деревню, бабушка готовила хуран-кукли. И поэтому мы старались максимально приблизить этот рецепт. Блюдо у нас, как говорится, должно было быть горячее, свежее, скажем. То есть вот, чтобы оно соответствовало всем критериям данным. Поэтому мы остановились именно на этом блюде. Честную оценку работе команд дает жюри, который, как никто, в этом разбирается. Причем в зачет идут не только вкусовые качества, но и оформление, стиль работы, творческий подход. Вы работали слаженно, аккуратно. Мы еще не закончили. Я посмотрел рулет. Рулет, конечно, вы приготовили у себя на производстве. Фестиваль «Гостеприимная Чувашия» – настоящий праздник не только для любителей кулинарии, но и для всех жителей республики. Финал конкурса состоится уже в эту субботу. Увидеть все самое интересное можно в эфире нашего телеканала. 16 августа с 16.30. Алина Хабибулина, Юлия Адюкова, Павел Иритков, Республика. Чувашский край вдохновляет. Художница Ирина Кочергина из Комсомольска на Амуре подарила Республике картину с символичным названием «Песни Чувашии». Хранится картина будет в музее вышивки. Впервые наши края она посетила в прошлом году. Стала участницей Кокелевского пленера в селе Тарханы. Тогда художница познакомилась с национальной вышивкой, которая вдохновила ее на создание картины. Год спустя на столетие республики Ирина Кочергина приехала с подарком. Мы увидели, какая красивая и необыкновенная здесь вышивка, какие наряды у женщин, какая-то культура, прославляющая народ. И очень тонко подающая эту культуру. Вот эта вышивка, просто я ей заболела. И в своей работе я хочу показать, что эти тонкие мотивы, они все очень символичны. Я желаю Республике Чувашии развиваться, чтобы все было хорошо, чтобы много гостей у вас было. И эти прекрасные узоры были везде. Сегодня в Чебоксарах затопила часть пешеходной зоны залива. Бурный поток воды, несущийся со склона, вероятно, должен был бы попасть в ливневый коллектор. Но не случилось. За ночь в городе выпало 20% месячной нормы осадков. 11 литров воды на квадратный метр земли. Это только пятая часть осадков, которая ожидается в ближайшие два дня. По расчетам специалистов, в столице за четверг и пятницу может выпасть 55 миллиметров осадков. Вся августовская норма влаги. 10 августа в Тольятти завершился Кубок России по парусному спорту в классе кейтбординг курс-рейс. Увлекательные и зрелищные старты в акватории Жигулевского моря собрали сильнейших катсерферов России. В течение четырех дней они разыграли пять комплектов наград. Для всех участников соревнования стали непростым испытанием. Чебоксарец Сергей Скрипин занял третье место. Это были главные новости четверга. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok